МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перекаливают печи. На пожарах снова отмечаются случаи гибели одиноких пенсионеров. Как все случилось, не помнит. В Гомеле начался суд над мужчиной, который обвиняется в смерти трехлетнего сына. А также осадки внесли коррективы. В Гомельской области зафиксированы новые случаи переохлаждения. Каждые сутки сотрудники ГАИ фиксируют в среднем по 700-800 нарушений правил дорожного движения. На сегодня самые распространенные среди них отсутствие фликеров на пешеходах, пересечение дороги там, где это запрещено, пренебрежение водителями использованием ремней безопасности и превышение скорости. Некоторые грубые нарушения приводят к трагическим последствиям. Так произошло в Житковичском районе, где в автокатастрофе погибли сразу трое молодых парней. Вот эти кадры с места трагедии. Легковой автомобиль Мерседес С-класса в результате столкновения с деревом получил обширные механические повреждения. Следователи предполагают, что перед тем, как съехать в кювет, машина выехала на полосу встречного движения, где ее стала сносить с трассы. О скорости иномарки сейчас судить сложно, но исходя из характера повреждений транспортного средства, она была не менее 80 км в час. За рулем находился 18-летний юноша, не имевший права управления автомобилем. В момент опрокидывания водителей и пассажиров выбросило из машины. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры 99 и 98 года рождения погибли на месте происшествия. Предполагаемый водитель скончался в реанимационном отделении больницы. Все участники дорожно-транспортного происшествия являлись жителями деревни Ольшан Брестской области. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Не менее загадочно выглядит и ДТП на автодороге Бобруйск-Мозырь-Граница Украины. На 165-м километре произошло столкновение двух иномарок. Было установлено, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, внутри которых оказались зажаты оба водителя. Однако они находились в сознании. При помощи специального инструмента они были деблокированы из своих автомобилей, переданы бригадам скорой медицинской помощи. Из-за тяжелых травм водитель автомобиля Volkswagen Golf в результате погиб. Однако его пассажир и владелец пассата были спасены и вовремя госпитализированы. Транспортные средства были расположены на обеих полосах дороги. То есть, ну вот такое столкновение. Поэтому огромная просьба ко всем водителям, а также участникам дорожного движения, учитывая погодные условия, будьте, пожалуйста, предельно внимательны на дороге. В зимний период головная боль инспекторов – нарушение, связанное с отсутствием фликеров на пешеходах в темное время суток. Не замечая людей, водители совершают наезды как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. В Гомеле на пересечении улиц Советская и Рогачевская на пешеходном переходе владелец «Лексуса» сбил 33-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм та скончалась на месте происшествия. Водитель – гражданин Армении под следствием. Одинокая старость – условия для ЧАЭС, утверждают спасатели. В Гомельской области зафиксирован очередной случай гибели пенсионера на пожаре. Следователи выясняют обстоятельства возгорания в деревне Березина Житковичского района. В огне, который охватил деревянный жилой дом, погиб пожилой мужчина. К моменту приезда подразделений МЧС крыша дома горела открытым пламенем. После того, как огонь удалось локализовать, сотрудники звена газодымозащитной службы обнаружили в одной из комнат тело хозяина домовладения. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Проверку проводит следственно-оперативная группа. А неосторожность при курении стоила жизни двум жителям Кармянского района. В деревне Кучин на пожаре погиб пенсионер и его сын. Огонь повредил кровлю в доме, потолочное перекрытие и мебель. Тела мужчин были обнаружены спасателями в ходе разбора обрушившихся строительных конструкций. В обоих случаях проверку по факту гибели людей проводит следственно-оперативная группа. В Гомеле начался суд над мужчиной, который обвиняется в причастности к гибели своего пятилетнего сына. В результате ссоры, которая произошла в доме подсудимого в июле этого года, мужчина сел за руль грузового автомобиля и начал таранить железные ворота, придавившие впоследствии ребенка. Трагедия произошла 30 июля. С самого утра подсудимый пил пиво вместе с женой. Затем продолжил употреблять спиртное в компании приятеля. Когда вернулся домой, разгорелся конфликт. Мужчина поругался с матерью, затем с женой и в отместку решил повалить ворота, которые устанавливал за собственные средства. Сел в служебный грузовик, взял разгон и на заднем ходу ударил поворотом. В это время во дворе находились и его жена, и пятилетний сын. Мальчика и женщину придавило металлической калиткой. Ребенок скончался на месте. Женщину доставили в реанимацию. Дебошира вытащил из кабины грузовика прохожий, за что и поплатился. Скандалист напал на него с гаечным ключом. На суде обвиняемый не вдавался в подробности поступка, ссылаясь на то, что слабо помнит произошедшее. Мужчину судят по трём статьям Уголовного кодекса. Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и насилие либо угроза в отношении должностного лица. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за кражу и за мошенничество. С приходом зимы количество краж велосипедов, как ни странно, только увеличивается, сообщают представители правопорядка. Это связано с тем, что люди хранят велосипеды на лестничных площадках и в подъездах жилых домов, чем и пользуются опытные преступники. С начала года в Гомельской области зафиксировано уже почти 400 случаев краж велосипедов. Обратив внимание на данную ситуацию, милиция совместно с представителями районных отделов по чрезвычайным ситуациям и жилищно-коммунальных служб провели комплекс мероприятий по предупреждению краж велотехники. Во время отработок многоквартирных домов повышенное внимание уделялось загромождению вспомогательных помещений и вещам, оставленным без присмотра. Гражданам разъяснялось законодательство о хранении имущества в общественных местах, а в отдельных случаях составлялись протоколы об административном правонарушении. Только за октябрь-ноябрь месяц в области было составлено 440 материалов по фактам загромождения вспомогательных жилых помещений. В ряде случаев не обошлось при привлечении владельцев велосипедов к административной ответственности по статье 21.16 Кодекса об административных пронарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, а в отношении юридических лиц от 30 до 50. Оперативные сводки правоохранителей продолжают пополняться скорбной статистикой. В Гомельской области растет число граждан, погибших от переохлаждения. В прошлом выпуске мы говорили о замерзшем мужчине в Светлогорском районе. Сегодня расскажем о трагических случаях в Гомельском и Жлобинском. Утром 2 декабря рабочий одного из предприятий по дороге на объект обнаружил у озера, расположенного в 3 километрах от деревни Маркович и Гомельского района, лежащего вниз лицом в ледяной воде мужчину. По всем признакам он находился в таком положении уже несколько часов. Не стоит думать, что переохлаждение может наступить только лишь при отрицательной температуре окружающего воздуха. Даже при температуре плюс 14 градусов у полностью раздетого человека может случиться переохлаждение организма, вплоть до летального исхода. При снижении температуры уменьшается чувствительность, пропадает ощущение боли. И чем ниже температура, тем быстрее развивается переохлаждение. При этом следует отметить, что организм пьяного человека в 3 раза быстрее отдаёт тепло. При нахождении человека в воде теплодача увеличивается и шансов на то, чтобы выжить, у него становится гораздо меньше. Признаков насильственной смерти на теле рыбака не обнаружено. Погибшим оказался житель Добруша, 63-го года рождения. Судебным медикам в ближайшее время предстоит выяснить, что явилось первопричиной смерти – переохлаждение организма, утопление, либо другая причина. Окончательные выводы можно будет сделать только после проведения исследований на клеточном уровне. Днём ранее в Жлобинском районе на территории заброшенной молочно-товарной фермы вблизи населённого пункта Верхняя Олба обнаружено тело жительницы деревни Октябрь. Как выяснилось, женщина нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. Предполагаемая причина смерти – также переохлаждение. Жлобинский РОСК проводит проверку. Ковал железо, не отходя от кассы. Продавец одного из магазинов, торгующих бытовой техникой, компьютерами и телефонами, совершил попытку кражи на рабочем месте. Присвоить современный смартфон помешала служба безопасности. Выбрав время, когда в торговом зале было немноголюдно, а коллеги занимались работой с посетителями, молодой консультант припрятал выбранный им сотовый телефон дорогой модели, чтобы потом вынести из магазина. План был достаточно прост. В конце рабочего дня продавец, не привлекая внимания, положил его в свой карман. Похититель надеялся, что, обнаружив недостачу, пропажу спишет на недобросовестных покупателей. Однако задумке не суждено было сбыться. Воришка не учел, что весь зал просматривается камерами видеонаблюдения, а записанная информация хранится длительное время. Раскрытие преступления способствовала слаженная работа сотрудников службы безопасности магазина, которые просмотрели все файлы видеозаписи данного магазина, которые в последующем легли в основу доказательной базы по уголовному делу. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Ежегодно сотрудники органов внутренних дел регистрируют огромное количество бытовых конфликтов с причинением насилия, влекущих за собой тяжелые последствия. Счет идет на тысячи. За каждым из этих случаев скрываются искалеченные жизни, наполненные побоями и унижением. До чего порой доводит укрывательство домашней тирании в материале наших корреспондентов. Весной этого года 41-летняя женщина переехала в квартиру своего знакомого, который вернулся из мест не столь отдаленных. Поначалу было все хорошо, но финансовые проблемы в семье нередко становились почвой для конфликта. Ни она, ни ее 33-летний избранник не имели постоянного места работы. Нередко эти конфликты сопровождались рукоприкладством со стороны мужчины. Следствием установлено, что мужчина неоднократно избивал свою сожительницу после освобождения его из мест лишения свободы весной 2017 года. Однако женщина никогда не обращалась за помощью к сотрудникам милиции. 15 ноября женщина в очередной раз была избита своим сожителем. Однако в этот раз она вызвала сотрудников милиции. К их приезду они снова примирились. На следующий день сожитель ее жестоко избил, и женщина была госпитализирована в больницу с тяжкими травмами. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом основания черепа, множественные переломы ребер и берцовой кости, колото-резанные раны с повреждением легкого и многочисленные ушибы тела, нанесенные тупым предметом. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция этой статьи предусматривает меру наказания вплоть до смертной казни. Продолжение следует...